Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Цены на сахар начали снижаться. Об этом заявили сахаропроизводители в ответ на предложение ФАС снизить импортную пошлину на сахар-сырец. Переходящие запасы сахара на 1 февраля 2015 года на 300 тысяч тонн превышают показатель аналогичного периода прошлого года. Анализ оперативной информации по уровню оптово-отпускных цен на сахар с начала года показывает, что в феврале оптовые цены на сахар снизились на 10%. Лично я не заметил, но раз официальные лица говорят. Количество безработных в России может вырасти до 1 миллиона 600 тысяч человек. Процессы оптимизации персонала уже запущены. Примерно каждый шестой россиянин уже попал под сокращение. Почти половина россиян боится остаться без работы, поскольку думает, что будет сложно найти новое место. Заметно сократилась доля уверенных в том, что в случае сокращения можно быстро трудоустроиться. В то же время каждый шестой не боится остаться без работы, поскольку считает себя нужным специалистом, а каждый девятый сам является владельцем бизнеса. Увы, но экономия на кадрах чаще всего ведет к краху бизнеса. Активность российских туристов в Европе начнет восстанавливаться не раньше 2016 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Согласно данным Европейской туристической комиссии, в прошлом году турпоток в страны-члены ЕТС увеличился в среднем на 4% и достиг 588 миллионов прибытий, что на 22 миллиона больше, чем в 2013 году. Отрицательные результаты по прибытиям иностранцев показала лишь Восточная Европа. При этом подавляющее большинство членов ЕТС зарегистрировали резкий спад посещений туристов из России. В 2015 году прогнозируется еще более существенное снижение турпотока из России в Европу. Ну давайте еще санкций, а то не все отели в Европе на грани разорения. Российский фондовый рынок открылся сильным снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1764 пункта. В лидерах падение – МИЧЛ, ТГК-1, ОГК-2, Россети и Дикси. Среди лидеров РОСТа – ФОСАГРА и ВСМПО АВИСМА. К открытию торгов в России сложился неблагоприятный внешний фон. Американские индексы завершили день около нуля. В Европе торги прошли под влиянием позитивных данных из Греции. На азиатских площадках преобладает разнонаправленная динамика. Нефтяные котировки пытаются отыграть снижение прошлой недели. Геополитическая обстановка остается напряженной. Курс доллара на 24 февраля – 61,72 рубля. Курс евро – 70,03 рубля. Золото стоит 2388 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 20 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 58 долларов 55 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.